Она на пороге своего 50-летнего юбилея, а скандалы все не утихают вокруг нее. Последние 10 лет наша героиня живет в Италии, ведь она смогла очаровать и влюбить в себя миллионера, который по странному стечению обстоятельств начал продюсировать ее новую авторскую программу. Кстати, законы ее родной Украины запрещают иметь двойное гражданство, и это добавляет остроты в ее судьбе. У нашей героини двое детей от разных мужей, а сейчас она вышла замуж в третий раз. И надо же, очень удачно, она с удовольствием колесит по миру, пока ее новый супруг занимается воспитанием ее детей. Ну, что сказать, настоящий пример современной женщины. Она умудрилась устроить скандал, будучи ведущей Орла и Решки, и неудивительно, что ее попросили на выход. Но о героине нашего сюжета все нипочем, внимание к себе она всегда привлечет. И вот опять она в центре событий. Теперь россияне возмущены тем, что она заняла место Максима Галкина и стала вести шоу лучше всех. Волна негатива обрушилась на Константина Эрнста с требованиями убрать ее с первого канала. Наша героиня умудряется везде оставить свой след, даже если этот след негативные эмоции и скандалы. Мы расскажем, как сложилась судьба известной и без сомнений скандальной телеведущей с незабываемо неприятным голосом Жанны Бадоевой. Наша героиня появилась на свет в Литовской ССР. После развала Союза семья переехала в Киев, где Жанна Бадоева, как образцовая дочь, закончила строительный техникум. Родители настояли на техническом образовании, и она, конечно, пошла у них на поводу, хотя втайне мечтала о сцене. Но, удовлетворив родительские амбиции, Жанна подала документы в театральный институт, однако, увы, ее не взяли из-за возраста. Вместо этого ей предложили факультет режиссуры. Долгопольская, такова ее девичья фамилия, начинала свою карьеру преподавателем актерского мастерства в одном из киевских вузов. Но вскоре решила, что телевидение – ее истинное призвание. Она стала первой женщиной-резидентом украинского комедий-клаба, аналогичного нашему. Затем приняла участие в таких шоу, как «Танцую для тебя», «Суперзвезда» и «Шарманка». С личным блогом и камерой Жанна справлялась на удивление легко, и ее стали приглашать на телевидение все чаще и чаще. Так она стала ведущей украинской тревел-передачи «Орел и Решка» на канале Интер, что принесло ее долгожданную популярность. Но, как говорится, чем выше взлетаешь, тем больнее падаешь. В одном из интервью она заявила, что является соавтором передачи, чем вызвало бурю возмущения у продюсеров. Последние были так озадачены ее самоуверенностью, что даже собирались подать на нее в суд. Однако все закончилось мирно. Жанну просто уволили. Вот такая судьба у нашей амбициозной и всегда стремящейся к вершинам – Жанны Бадоевой. После того, как наша героиня покинула шоу «Орел и Решка», она не осталась без дела. Жанна Бадоева продолжила свои телевизионные приключения, ведя развлекательные программы, такие как «Битва салонов», «Жанна, пожени», «Опасные гастроли» и «Жанна, помоги». Очевидно, Бадоева считает, что ее место перед камерой, независимо от формата шоу. Несколько лет назад Жанна решила, что ее талант достоин большего и стала автором программы о путешествиях «Жизнь других». Начав с YouTube, она быстро привлекла внимание первого канала, который выкупил права на авторскую передачу. Теперь Жанна наслаждается своим местом ведущей на российском телевидении. Жизнь Жанны Бадоевой, как и ее карьера, полна драматических поворотов. Три брака – это не шутка. Ее первым мужем был бизнесмен Игорь Кураченко, который старше нашей героини на 13 лет. Казалось бы, любовь не знает границ, но 20-летняя девушка мечтала о славе и карьере, что шло вразрез с желаниями ее 33-летнего мужа. Молодая Жанна хотела славы и известности, а муж, как оказалось, запер ее в золотые клетки. В браке у них родился сын Борис, но семейное счастье длилось недолго. Когда мальчику не было и двух лет, Игорь просто выгнал Жанну из дома. Знаете, по какой причине? Она осмелилась подать документы в театральный вуз во время декретного отпуска, что, естественно, взбесило успешного предпринимателя. Он представлял ее домохозяйкой и любящей матерью, а не студенткой, которая вечно отсутствует. «Я была полностью зависима от мужа, как послушный ребенок», признается сейчас теледива. Но в какой-то момент Жанна поняла, что переросла эту зависимость, и у нее появились свои собственные амбиции и желания. И вот теперь она не просто известная телеведущая, но и независимая личность, постоянно доказывающая миру свою значимость. Вторым мужем нашей героини стал однокурсник Алан Бадоев. Вместе они вели шоу «Орел и Решка», а в этом браке появилась дочь Лолита. Жанна рассказывала, что они в какой-то момент почти перестали общаться, так как проводили много времени на работе. Неудивительно, что второй брак развалился, они просто не находили времени друг на друга. После второго развода телеведущая решила оставить фамилию Бадоева и сосредоточиться на карьере. Но сама судьба познакомила ее с итальянцем 10 лет назад. Жанна быстро поняла, что этот человек – ее идеальный спутник до конца жизни. Он даже продюсировал ее передачу «Жизнь других», помогая в ее продвижении. А недавно Бадоева решила отказаться от украинского гражданства в пользу итальянского, ведь Украина запрещает своим гражданам иметь второй паспорт. И вот как вишенка на торте Жанна попала в шоу «Лучше всех» на первом канале. Как говорится, жизнь удалась. Сейчас телеведущая живет в Италии, но это не мешает ей работать в России. Она продолжает вести передачу «Жизнь других» и недавно заняла место Максима Галкина, признанного иностранным агентом в Российской Федерации. Вот только комментарии в сети просто кипят от негодования российских граждан. Многие задаются вопросом, почему именно Бадоева назначили на эту должность. Неужели в России нет достойных ведущих? Почему гражданка Италии ведет передачу, которую любят миллионы телезрителей, но теперь из-за нее многие отказываются смотреть шоу? Да и неординарный голос ведущей раздражает многих. Телезрители просто плюются в комментариях. Мерзкий, отвратительный голос пишут они и просто заваливают Константина Эрнста просьбами снять Жанну с эфира и убрать с первого канала. Ведь многие россияне недовольны не только скрипучим голосом, но и отсутствием российского гражданства, справедливо считая, что место ведущей может занять любая другая наша журналистка или медийная личность. А как вы считаете, Жанна Бадоева отлично справляется или все-таки ее надо заменить?